да она такая суровая жизнь всем здорово садёк пока есть время своей машины занимается сейчас покажем все прелести старых автомобилей хотя по годам он старый по факту то это стандартный автомобиль на котором ездит половина населения пока там у меня снимает бампер ему помогу задницей поработать вчера он чухал заводские двери в заводском окрасе не тронутые никем и никогда болезнь фау в завода народного автомобиля вот сань тут вообще было что-то видно наружу на этих дверях или не короче было видно по ручку я предполагаю где было видно то есть по самым крупному тут остальное как бы все было даже и хорошо ну понятно кроме царапок там таких поверхностных палатку которые можно было бы и полирнуть но он тут хорошо я там что-то поразрабатывал понимаете вот тут был жук вот жук под лаком вот тут жук вот жук но эти было видно я думаю вот жук это видно мятинка вот жук под ручкой вот 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 то есть на этой двери ничего не было видно и того получается что двери вроде бы и целые но они уходят полностью в снятие до металла потому что попросту там там дрова это все ремонтируется как бы даже можно дать гарантию потом годовую на все эти дела расчищается разрабатываться кораллом вычищается машинкой ротексом в ровный металл и можно их даже окрасить мокро по мокрому через ваш праймер ну либо же если не уверены в ровности допустим элементов ваш праймер наполнитель тиранули и покрасили без всяких проблем тут по крыльям разрабатывать будем только арки задние поскольку тут вот вот они коржи для хороший лет вот это старинка задние крылья крашены крашеные там есть где-то дефекты со шпатлеванием поэтому их снимать до металла нецелесообразно по времени чистится только арки под грунтовываются только арки остальное все расшлифовывается и просто окрашивается крыша у нас сань ты уверен что крышу не хочешь трогать ты уверен что крышу не хочешь трогать уже придет я просто чего вот этот жучок с торца да это краска слитая по коду и она чуть-чуть синее хорошо чуть-чуть она синее серия не хватает зеленцы много красных короче короче вообще не заметно опять же дайте знаете к чему веду же я тебе то о чем говорил что там 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 вот тут вот сзади стеклу ближе где-то еще видел вот смысл ее тем более 0 и она в таких вся царапинах что ты их не в полируешь ну куда на поэтому твоя это экономичность и подавай крышу не будем делать не вижу никакого смысла ну и и даст чухать но придется снимать потолок потолок надо снимать антенна а у вас я тоже я не обратил внимание понял эти двери тоже пойдут в расчистку хотя очень не хотелось и трогать они были ремонтную тут коржи во-первых коржи во вторых ремонт такой что уже он закончился там да все убирать а тут что-то варилась кусочек . надут этой дырочкой . а вот она видна и вот и вот она торчит короче это надо сделать но эти двери тоже давно пойдешь обе ну тут тут понятно что делать тут говорю понятно что делать это все весь сапог вот так вот аж под люк в металл снимать и ремонтировать сейчас бампер скидываем смотрим что тут еще интересного происходит багажник я вообще прям поражен найти так багажник он весь целый на багажнике вообще как такового ничего пока не откроешь вот так вот крышку вот тут понеслась волка сейчас покажу вам изнутри внутри вообще как бутылки сакой заливали всю жизнь и он тут бедный боролся боролся и уже не вытерпел и сдался вот наружу суда но это капец позорище свагина но в таких местах погнуть ладно там пороги арки там еще что-то на двери посредине без всяких видимых на то причин не сколов ничего но это прям как не радует порядок действия морду там сани открасил потом посмотрим на собранное порядок действия тут все счищается что сможем мокрый по мокрому сделал мокрому что нет пойдет через наполнитель лабаж лабаж будем резать резинку вырежем потом поменяем уже когда открасили чтобы не срать в салоне лабаж да лабаж само собой под замену крыша будет краситься отдельно так удобнее борта борта борты ты уверен что двери будем снимать давай их на месте вдуем и что торцы но снимутся у себя ручку вот так вот будет при открытой двери вот так спокойно себе прокрасил все торцы ну в чем проблема а подожди у тебя двери легко с ним нет нелегко у тебя задние двери снимается через жопу изнутри по-любому петля не живет не аудюшный аудюшный нет ну вот болт ну и вот болт и все да да а ну тогда еще как бы как бы вышла весел внизу прикрутил короче смотри сам как хочешь просто так бы мы за 1 заход таки открасили тебе весь кузов со двери я могу и сегодня задуть а спорим ты сегодня двери не задуешь потому что я имею ввиду сегодня ладно завтра допустим потому что кажется что где-то ремонт подгрунтовать на перечухивать ладно посмотрим как пойдет сейчас расчистим с той стороны двери посмотрим что откроется мне кажется что 80 процентов того что на тех дверях придется где-то что-то грунтовать и под перетирку пускать из под мокрой эта дверь вряд ли пойдет потому что она ремонтная просто сейчас откроем ну давай самый правильный порядок действий разобрали кусок говна сняли сняли да да александр разматывает мой код это дерьмище надо сразу отмыть чтобы потом не плеваться когда разбираешь все сыпется когда готовишься сыпется в камеру занес не в мусор летит все сыпется ты сначала воду стравлю а потом включать там же ж воздух сейчас саня короче хочет ушатать мне новую мойку и потом типа типа по гарантии все не базарят а не слышу как она у тебя иногда бедолага пока прокачает воду все уже все включать они давай ран-тан-тан короче вот это самый правильный способ реально самые давай там и действует но там собой третяка так а я пошел буковки пока по снимают буквы олег метам подогнал наклеек для переводки этих букв потом покажу поэтому их надо не ниткой срезать, потому что нитка горбачит клей двухсторонний, а лезвием подрезать. Чтобы у меня был ровный срез, который я потом переводнушечкой... Я сейчас покажу, пойду принесу ее. Опа! И вот этот... Сейчас. Вот этот слой аккуратненько на переводнушечку и он переведет все у нас. Есть у нас вот таких два комплекта. Внутри там по нескольку полос должно быть специальных переводнушек. На нее... Ну, это потом покажу, когда будем собирать. На нее вот так вот приклеивается эта буква на клеевой слой. Снимается эта буква и на старом скотче остается новый образуется, точнее, новый клеевой слой, который можно напрямую на кузов прилепить и все хорошо держится. А мы сейчас поставим научный эксперимент. Санек будет кругом для снятия двухстороннего скотча треймовским буковки снимать. У него тут 6 букв. У меня тут 3 неполноценные буквы. Ну, посмотрим. 3 буквы сколько я сниму, растиком смою. А сколько он обычный этот. Погнали! Это не заводской скотч, это... Это уже кто-то сам заклеивало. А-а-а! Вообще не идет! Негодяй! Все! Все, что ли? Санек там уже закончил, а я сейчас покажу. А у меня оно только начало расписать. Ну, короче... Короче, понятно. Он уже и Volkswagen весь оттер. На, и эти за трех. Ну да, вот и вся разница. Работа с инструментом и работа вручную. Был недавно у меня не было круга. И надо было стереть. И я побегал. Он никого не было этой фигни. Знаешь, я с Егоров... Шамстере резинка обычно... Поехал купил сосок и стер. А-а-а... Ниппель это... Нет пилот. Колесо, которые... Чух... Как вариант, я даже... Ну, когда нету просто... Ну, понятно. Что надо. 30 гривен и широт, один доллар... 15 гривен. 15 гривен. 15 гривен. Ох... 50 центов. Ну, как вариант, да... На одну машину наклейки поднимать. накрыть его хватит краску не трогая два борта два молдина снял краску не сжирает лайфхак вот чему приводит это жадность барыг который не покупают он кружок сколько время наверное 300 хороший стоит внутри москве имеют сколько я не помню сколько брала что-то он там почти 10 евро ну вот разница то есть я тер 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 можно рук еще убить а знаете как еще прикол тех кто вообще ленивые они начинают ногтями так не ногтями пальцем скатывать и пальцы от ногтей отрываются вот просто отрывается вы потом неделю не можете нормально работать вот и весь как бы прикольчик далее у нас сейчас будет эксперимент подумали чем заняться на есть почти одинаковые двери передние чуть больше чуть чуть больше не в этом дело ну да тут и уголочек там не будет сниматься санек возьмет в руки обычную полировалку ротор я возьму обычный эксцентрик ну обычный фестул эксцентрик ротекс который и одинаковый кубитрон наждак и посмотрим у кого что получится по расходу наждака по трате времени двери будут стоять рядышком работать будем рядышком приступаем итак есть два новых новых кубитрона абсолютно у меня значит фестул ротекс одно только но замечание нету 150 подошвы на машинке есть 125 но думаю это не сильно повлияет на роль потому что все равно центром не работает работает все краем но мы посмотрим на самый результат что он там будет получаться туда главное то насколько хватит наждака не санек мы давай хотя бы так сделаем верхней части дверей так крыло не надо строгать тогда надо дверь при открытии да я тебе вот так сейчас дверь до тройда все ну тут где-то мы схлестнемся не страшно посмотрим не сейчас давай не трогать у тебя вверх чуть-чуть больше но ты его тупик не будешь трогать правильно где раз примерно мы будем одинаково тут главное по времени что получится и по расходу наждака потому что серёга без веру говорил что этой быстрее и наждаками меньше ходит посмотрим я лично не пробовал самому интерес есть еще одно я работаю с пылесосом он работает без пылесоса но оба в масках потому что пылески будет от обоих за глаза и и и и и и и Продолжение следует... 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 Поэтому опять Мокрый по мокрому не канает Все под шпакло И под перетирку грунта Затягивается процесс Что еще? Вот эти давай крылышки сейчас чухни Чтобы грунтовать так все вместе Двери наверное грунтовать будем снятыми Скорее всего Удобнее будет просто А вот это все дерьмище А он дерьмище там открыл Дерьмище повымывать Ну такое Времени уже неплохо Так пол четвертого Может сегодня загрунтуемся А еще ехать вечером машину забирать Эх делов у нас Короче дело к ночи шло Санек еще тут заготовил пока ему двери помогал Готовите бампер Арки Все дела Разложились на полу Потому что крашены элементы на вертолетах Не хочется трогать Что помочь? Опускай спокойно Опускай спокойно 300 грамм Дарк грей И 100 грамм Вайт Получаем цвет очень близкий К цвету машины Фактически Подложка Один в один Получается Ну очень близко по цвету Это грунт Это краска Очень хорошо На дверях будет два слоя налито Грунта 15% разбавителя Не 15 12% разбавления получается А где есть необходимость Ну если есть необходимость Будет вдруг Там подольем третий слой Ну допустим вот тут уголок вареный Там где шпаклевалось Хотя даже с первого слоя там все ровненько И ничего нету Ну посмотрим То есть надо третий Будет кое-де третий Где не надо Там не надо Хотели грунт Мокрый по-мокрому красить Ну вот получается Как обычный То есть не то что мы видим До того как начинаем работать Сойдется с нашими планами Когда мы Скроем лакокрасочное покрытие Отсюда и оценка ремонта получается Что сложно оценить ремонт Да Планируем одно Скрываем Получаем другое Хорошо что это не клиентская машина Не надо никому отзваниваться Ничего выяснять А с клиентом еще иногда приходится Выяснять такие вопросы Как Тут получается не так как планировали Блин А что теперь делать А что теперь делать Вах-вах-вах Вах-вах-вах Такие Приколюшечки Ну хозяин вроде не этот Не выделывается Сам взял пистолет В руки Ходит там Что-то Красит Бубнит там В маску Умные вещи Какие-то Заряжает Вот Мы только так Помогаем Пока есть время Да И И мешаем Мешаем ему работать Уже времени у нас Сколько? Ага 12 ровно А Санек еще не доработал На сегодня А ему еще два слоя Грунта варить Я само собой тоже не отдыхаю Хреново когда работаешь Около дома Отдыха фактически нет Айт Санечек Я пропустил Косячины Видел? Нет А вот посмотри Ореол Как это я его не увидел А это что Что не додавили Ааа Это в этой зоне Я понял Понял Ну мы протянем Ну ладно Тут под навалим Ты что протянем Навалить одним слоем Лишнего Ну пройтись И будет Ну Этот перетягивает То есть этот Грунтец держит Толщину Да если даже Толщину Да смысла нет Ну перей это Перельем Потом надо не забыть На нее обратить внимание На эту точку Как она будет получаться Давай работаем Домой Ага Саня никак ничего не хочет Домой идти Уже времени Час ночи На маске ходит И дышит Наркоман Хрен Ну ничего Здоровья еще много Пусть подышит Отгрунтовали дверь Как и планировалось Два слоя Непонятно Непонятно Откуда Мы так и не выяснили У нас Когда заканчивается В бачке Грунт Из него Прям выплевывается Такая как будто Пленочка Такая Кусочек Мы думаем Чего грунт В бачке Уже так сохнет Быстро Хотя на улице Сейчас прохладно Похолодало В два раза Дождей Дней в грунте Дней в грунте Спешить Некуда Саня Позанимается Другой работой Я тоже Мне есть чем Заниматься В инстаграме Увидите Кто подписан Увидите Чем я буду Заниматься Далее Что Саня Грунт Багажник Не будешь Грунтоваться Кроме как Ячейка Нижняя В смысле Ничего А вот там Ну короче Багажник Будет делаться Там локально Там кусочек Именно Ну Погрунтуется Саня Даже может быть С баллончика Вообще Перед покраской Зафигачить Потому что Надо быстро Быстро Крыша Крыша Будет чуть-чуть Расчухиваться Ну опять же Это как будет Время И там осталось По сути Не готова У нас только Крыша И все Все остальное Уже в грунте Морда Открашена Даже Ну молди Да Мы на это Внимание Не обращаем Это самое На попозже Пойдет Но я думал Честно говоря Ты ее быстрее Забабахаешь А ты что-то С ней Разыгрался Он Бокопор Короче Он З Это 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 даже Стыдно Рассказывать Пошли на склад Покажу Это об этом Стыдно Рассказывать Но Знаете Не рассказать Такое Это два дня Он себе Добавил геморрой Испортил Около литра Материала И так далее Я ему Значит Даю Саня А я поехал Там заниматься Своими геморроями У меня там Геморрой Расскажили Всякие На голову Даю ему Грунтец Мокрый по мокрому Да Даю ему Дай мне Вот этот Отвердоз Отвердоз Говорю Это тебе к нему Три к одному К нему Три к одному Мой пистолет Пока Это все расскажу И я говорю Два варианта Разбавителя Побыстрее Помедленнее Там определишься сам Хорошо Хорошо Он целый день Что-то готовил Там занимался Стоит вот этот Откуда-то Вдруг на столе Взялось Виталька в курсе Я сейчас расскажу Что дальше происходит Он тут Понимаешь Что затеялся Там что-то занимается Я уже приехал Дело в том что Я даже не подумал Посмотреть Что он делал Такой идет Он грунтуется Короче Грунтуется И говорит мне Следующую фразу Что-то говорит Грунт Хреново растягивается Я не знаю Саня Я им делал Пару элементов Мне все понравилось Подожди Мне все понравилось Я такое говорю Он говорит Пойди посмотри Я реально захожу Смотрю Что за шляпа У него получилось Хотя валил С того же ствола Что я его делал Думаю Блин Странно Ну ладно Может у меня что-то Получилось У него получилось Хрен с ним Потом Выясняется Такая причина Что-то Что-то Как-то он слишком Глянцевый Короче Стал Он у тебя был Глянцевым Спрашиваешь Я говорю Да он был Глянцевым Но я аж не помню Насколько идеально Глянцевым Короче Перед этим Как я пошел Глянцевым Ты сказал Ты не обращай Внимание У него есть Шагринька Да он натянется Так реально Он натягивается И не говоришь Что он натянется Я зашел У меня получилось Шагринька Я надеюсь Что он растянется Короче Потом Уже потом Я не стал Витальку беспокоить Я еще захожу Беру Не помню Что у него лак Делает на столе Беру лак в руки Я не помню Что это там Лака нету А банка была Почти полная Как бы Ну я из него Зарходовал Процентов 30 Подожди Думаю Не понял Беру Отвердос К лаку Не пойму У меня отвердоса К лаку Больше чем лака Но ясен пень Что что то пошло У Сани не там Короче взял В этот грунт Нахерачил Три к одному Три к одному Лачку Разбавил Это все дело А так что он еще говорит Что то 30 процентов Нихера не разбавляй Слишком густо Попробовал на панели 70 Валить У него 320 Риска Которую он Машинкой готовил Она просто как будто Ввалилась туда Все Это он остатком С лаком смешанным Так это при всем Он высох через 20 минут А да Это прикольно Грунт высох На отлипу Полностью вообще Но он начал смываться Растворителем Как то Не выдержал Тестный растворитель Короче А эти бампер Блин Я перегрунтовал Выдержал Ладно Короче Ну он По крайней мере Атрастика смывался В общем Санек дебил себе работу Он взял С растворителем Грунт С лаком смешал Разбавил С бавоном У него все высохло Только не растянулось Почему-то И он Переделал Целый день Потом смывал Все что он там Малевал Ну короче Виталь Грунт Грунт с лаком Засыхает Уже проверили Более того что шляпа Но оно засыхает Непонятно почему Что там Дает ему Нормально остыть Ну замерзнуть Но оно реально На отлип полностью Все Наждакон Бери ты Только Только Оно не трется Как бы на сухую Вообще без воды А так все Вроде бы даже Норм Это что краска У тебя туда уже Да Понятно Ну короче Такие у нас Веселья Поэтому машина Чуть-чуть И задержалась Чуть-чуть Самое малость Именно В работе Хотя Я не думаю Что Прям эти два дня Сильным что-то дали Ну все таки Два дня Есть два дня Мы уже полностью Отгрунтовали кузов И может быть Даже открасили На весуху Ну то такое Ну вот такие у нас Эксперименты Пока Благо Есть время Тут Со всеми Кто хотел что-то делать Задержки получили Все приезжают К концу недели Следующая неделя Будет более напряжная У меня еще тут Интернет отвалился На три дня Поэтому скорее всего Я не знаю Дело в том что По времени Стрим еще не настал Но скорее всего Вы смотрите Потому что нету стрима А его не было И не будет Хотя по субботам Должен быть Интернет Тут я бессилен К сожалению Его нет Поэтому и стрима нет Ладно На этом все Всем спасибо за внимание Сегодня день вроде такой Плодотворненький Удачненький Там работку пригнали Интересно Все будет показано Рассказано Всем пока